Ас-саляму алейкум и рахматуллаху ва баракату. Дорогие родители, хочу с вами поделиться одним очень важным, действенным секретом в деле воспитания наших детей. Очень часто можно встретить такое явление, когда мы, родители, выполнили всё, что мы обязаны выполнить перед своими детьми, сыновьями, дали воспитание, дали им знания, но, однако, какое-то влияние изменило их. Кто-то пристрастился к алкоголю, кто-то к наркотикам, кто-то стал грубым в обращении к своим родителям. И мы не знаем, почему так произошло. Одним из очень важных способов в воздействии, воспитании наших детей является обращение ко Всевышнему Аллаху. В хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейкум ас-саляма, говорится Есть три мольбы, которые будут приняты Всевышним Аллахом, и нет в них сомнения. ДААВАТУЛЬМАЗЛЮМ, мольба угнетённого. ВАДААВАТУЛЬМУСАФИР, мольба путника. ВАДААВАТУЛЬВАЛИДИЛИ ВАЛЯДИ. И мольба родителя за своего ребёнка. То есть, именно в таких случаях нужно обращаться ко Всевышнему Аллаху, вверяя Всевышнему Аллаху преображение, воспитание, изменение поведения наших подопечных, наших сыновей, дочерей. С полной уверенностью в том, что Всевышний Аллах непременно примет вашу мольбу, без всякого сомнения. Обратитесь ко Всевышнему Аллаху со словами, «О Аллах, я без помощи, я бессилен, ты всемогущий, ты распоряжаешься душами и сердцами, наставь моего сына на истину, отдали его от греха». И непременно Всевышний Аллах отзовётся, и вы увидите изменения. Ибо Всевышний Аллах, даже посланнику Аллаха, обращаясь в Священном Куране, сказал, «Иннака ля тахди ман ахбабта, валякинн Аллаха яхди ман яша». «Воистину ты не наставишь того, кого ты пожелаешь, ибо Всевышний Аллах наставляет, кого Он пожелает». Были случаи, когда даже пророки, алейкум салату ассалям, оказывались бессильными в воспитании своего окружения, своих подопечных. Ибо наставление души человека — это под силу только Господу миров Всевышнему Аллаху. И ни в коем случае нельзя полагаться всего лишь на своё красноречие, на своё личное воспитание. Да, свой пример. Наше воспитание, оно необходимо, наш призыв, наше наставление — это наш долг, это наша обязанность. Но вместе с этим нельзя никогда забывать о том, что всё подвластно одному Создателю Всевышнему Аллаху. У одного из учёных был некий сын, который пристрастился к алкоголю. Когда учёному сказали, что ваш сын был замечен в таком поведении, он сказал, «Я ведь его этому не обучал, я ведь его воспитал, дал ему знания». Он не поверил. Но когда он встретил своего сына с запахом алкоголя, он в отчаянии, со слезами на глазах, уединился со своим Господом и обратился ко Всевышнему Аллаху со словами, с просьбой о помощи, спасении души своего сына. И тогда этот сын отдалился от этого греха. Да и сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, будучи господином всех творений, будучи наилучшим из тех, кто призывает к истине, он был вынужден обращаться с мольбою ко Всевышнему Аллаху в воспитании своих подопечных, в воспитании своих сподвижников. Однажды некий бедуин подошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, который только-только приобщился к исламу, но, видимо, был пристрастен к прелюбодеяниям, он сказал у посланника Аллаха, «Я хочу совершать прелюбодеяние». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, ему в ответ сказал, «Ты хотел бы, чтобы с твоей матерью совершили подобное? Нет. Ты хотел бы, чтобы с твоей сестрой совершили подобное? С твоей дочерью?» И далее посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, обращается ко Всевышнему Аллаху, с мольбою и говорит «Аллахумма гафир дамбах, о Аллах, прости ему его грехи, Аллахумма тахир кальбах, о Аллах, очисти его душу, Аллахумма хассин фарджа, о Аллах, сохрани его целомудрие». И после этого этот человек признался в том, что он подошел к посланнику Аллаха, будучи одним из тех, кто больше всего пристрастен к прелюбодеяниям, и он покинул посланника Аллаха, будучи самым ненавистным, будучи человеком, которому больше всего ненавистно прелюбодеяние. Поэтому давайте, дорогие братья, воспользуемся этим секретом и будем чаще молиться за своих детей, вверяя нашему Господу их спасение, их отдаление, избавление, отдаление от греховного. И надеемся, что вы поделитесь в комментариях вашими успехами в воспитании своих детей. Ва-ссаляму алейкум ва-рахмату Аллахи ва-баракату. Продолжение следует...